Нам будет сегодня на этом волшебном вечере, который действительно поднимает новогоднее настроение, и представлять сегодня здесь наш театр, молодежный театр на Фонтанке. Будем всегда рады видеть вас в гостях у нас. Сразу перехожу к новогоднему, прекрасному рассказу. Надеюсь, вам будет приятно его послушать. О Генри, дары волхов. Один доллар, восемьдесят семь центов. Это было все. Из них шестьдесят центов монетками по одному центу. За каждую из этих монеток пришлось торговаться с бокалейщиком, зеленщиком, мясником так, чтобы даже уши горели от безмолвного неодобрения, которое вызывало подобное переживость. Делла пересчитала три раза. Один доллар, восемьдесят семь центов. А завтра Рождество. Единственное, что тут можно было сделать, это хлопнуться на старенькую кушетку и зареветь. Именно так Делла и поступила. Откуда напрашивается философский вывод, что жизнь состоит из слез, вздохов и улыбок. Причем вздохи преобладают. Пока хозяйка дома проходит все эти стадии, а глядит самый дом. Медлеровная квартирка за восемь долларов в неделю. В обстановке не то чтобы выпьющая нищета, но скорее красноречива молчащая бедность. Внизу на парадной двери ящик для писем, в честь которого не протиснулось бы ни одно письмо, и кнопка электрического звонка, из которой ни одному смертному не удалось бы выдвить ни звука. К всему превоскуплялась карточка с надписью «Мистер Джеймс Диллингем Йог». Диллингем развернулась во всю длину в недавний период благосостояния, когда обладатель указанного имени получал 30 долларов в неделю. Теперь, после того, как этот доход понизился до 20 долларов, буквы в слове «Диллингем» потускнели, словно не на шутку задумавшись, а не сократится ему скромное и непритязательное «Д». Но когда мистер Джеймс Диллингем Йог приходил домой и поднимался к себе на верхний этаж, его неизменно встречал возглас «Джин!» И нежные объятия миссис Джеймс Диллингем Йог уже представлены вам под именем Деллы. А это правда же очень мило. Делла кончила плакать и прошла с пуховкой по щекам. Она теперь стояла у окна и уныло глядела на серую кошку, прогулившуюся по серому забору вдоль серого двора. Завтра Рождество, а у нее только 1 доллар 87 центов на подарок Джеймс. Долгие месяцы она выгадывала буквально каждый цент, и вот все, чего она достигла. На 20 долларов в неделю далеко не уедешь. Расходы оказались больше, чем она рассчитывала. С расходами всегда так бывает. Только 1 доллар 87 центов на подарок Джину, ее Джину. Сколько радостных часов она провела, придумывая, что бы такое ему подарить к Рождеству. Что-нибудь совсем особенное, редкостное, драгоценное, что-нибудь хоть чуть-чуть достойное высокой чести принадлежать Джину. В простенке между окнами стояло трюмо. Вам никогда не приходилось смотреться в трюмо восьмидолларный библированный квартир. Очень худой и очень подвижный человек может, наблюдая последовательную смену отражений в его узких створках, составить себе довольно точное представление о собственной внешности. Делли, которая была хрупкого сложения, удалось овладеть этим искусством. Она вдруг отскочила от огна и бросилась к зеркалу. Глаза ее сверкали, но с лица за 20 секунд сбежали краски. Быстрым движением она вытащила шпильки и распустила волосы. Надо вам сказать, что у четыре Джин с Диллингем Юнг было два сокровища, составляющих предмет их гордости. Одно — золотые часы Джима, принадлежавшие его отцу и деду. Другое — волосы Деллы. Если бы царица Сарская проживала в доме напротив, Делла, помыв голову, непременно просушивала бы у окна распущенные волосы, специально для того, чтобы заставить померкнуть все наряды и впрошения ее величества. Если бы царь Соломон служил в том же доме швейцарно и хранил в подвале все свои богатства, Джим, проходя мимо, всякий раз доставал бы часы из кармана, специально для того, чтобы увидеть, как он рвет на себе борту от зависти. И вот прекрасные волосы Деллы рассыпались, блестя и переливаясь, точно струй каштанового водопада. Они спускались ниже колеи и плечом окупали почти всю ее фигуру. Но она, тотчас же, нервничая и торопясь, родилась снова подбирать их. Потом, словно заколевавшись, минуту стояла неподвижно, и две или три слезинки упали на ветхий красный ковер. Старенький коричневый жакет на плечи, старенькую коричневую шляпку на голову, и, взметнув юбками, сверкнув невысохшими белестками в глазах, оно жемчалось вниз на улицу. Вывеска, у которой она остановилась, гласила «Всевозможные изделия из мороз». Делла успешала на второй этаж и остановилась, с трудом переводя дух. «Не купите ли вы мои волосы?» спросила она у мадам. «Я покупаю волосы», ответила мадам. «Снимите шляпу, надо посмотреть товар». Снова застрелился каштановый водопад. «Двадцать долларов», сказала мадам. Привычно взвешивая на руке густую массу. «Давайте скорее», сказала Делла. Следующие два часа прилетели на розовых бриллих. Прошу прощения за избитую метафору. Делла рыскала по магазинам в поисках подарка для Джима. Наконец, она нашла. Без сомнения, это было создано для Джима и только для него. Ничего подобного не нашло в других магазинах, а уже на все их перевернуло вверх дном. Это была платиновая цепочка для карманных часов, простого и строгого рисунка, применявшая истинными своими качествами, а не показным блеском. Такими и должны быть все хорошие вещи. Ее, пожалуй, даже можно было признать достойной часов. Как только Делла увидела ее, она думала, что цепочка должна принадлежать Джиму. Она была такая же, как сам Джим. Скромность и достоинство. Эти качества отличали обоих. 21 доллар пришлось уплатить в кассу, и Делла поспешила домой с 8, 10, 7 центами в кармане. При такой цепочке Джиму в любом обществе незазорно будет неинтересоваться который час. Как невеликолепно были его часы, а смотрел он на них часто украдкой, потому что они висели на тридно в кожаном рябшке. Грома оживления Деллы пролеглось и уступило место предусмотрительности и расчету. Она достала щипцы для заливки, зажгла газ и принялась исправлять разрушение, причиненное великодушию в сочетании с любовью. А это всегда тягчайший труд, друзья мои, дисфаинский труд. Не прошло и сорока минут, как ее голова покрылась крутыми мелкими локончиками, которые сделали ее удивительно похожей на мальчишку, убравшего с уроков. Она посмотрела на себя в зеркало дорогим, внимательным и критическим взглядом. Но, сказала она себе, если Джим не убьет меня сразу, как только взглянет, он решит, что я похожа на хористку Расконни Айдлинда. Ну что же мне было делать? Ах, что же мне было делать, раз у меня был только доллар и 87 центов. В семь часов кофе было сварено, и раскаленная сковорода стояла на газовой плите, дожидаясь бараньих котлеток. Джим никогда не запаздывал. Дэлла зажала платиновую цепочку в руке и уснилась на краешек стола поближе к холодной двери. Вскоре она услышала его шаги внизу на лестнице и на мгновение поблинела. У нее была привычка обращаться к Богу с коротенькими молитвами по поводу всяких шутейских мелочей, и она торопливо зажигала. Господи, сделай так, чтобы я ему не разограбилась. Дверь натворилась, Джим вошел и закрыл ее с собой. У него было худое, озабоченное лицо. Нелегкое дело в 22 года быть обремененным семьей. Ему уже давно нужно было новое пальто, и руки мерзли без перчаток. Джим неподвижно замер в дверей, точно сеттер у чуши перепела. Ему глаза остановились на Дэлле, с выражением которого она не могла понять, и ей стало страшно. Это был ни гнев, ни удивление, ни упруг, ни ужас, ни одно из тех чувств, которых можно было бы ожидать. Он просто смотрел на нее, не отрывая взгляда, и лицо его не меняло своего странного выражения. Дэлла заскочила со стола и бросилась к нему. Джим милый, закричала на не смотри на меня так. Я спрекла свои волосы и продала их, потому что я не пережила бы, если бы мне нечего было подарить тебе к Рождеству. Они опять отрастут. Ты не сердишься, правда, я не могла иначе. У меня очень быстро растут волосы, ну поздравь меня с Рождеством, Джим, давай радоваться празднику, если бы ты знал, какой я тебе подарок приготовила, какой замечательный, чудесный подарок. Ты остригла волосы? спросил Джим с напряжением, как будто, несмотря на усиленную работу мозга, все еще не мог осознать этот факт. Да, остригла и продала, сказала Дэлла. Но ведь ты меня все равно будешь любить. Я ведь все та же, хоть и с короткими волосами. Джим недоуменно оглядел комнату. Так значит, твоих кос уже нет? спросил он с бессмысленной настойчивостью. Не ищи ты их, не найдешь, сказала Дэлла. Я же тебе говорю, я их продала, остригла и продала. Сегодня сочиня, Джим, будь со мной поласковей, потому что я это сделала для тебя. Может быть, волосы на моей голове и можно пересчитать, продолжала она. И ее нежный голос вдруг зазвучал серьезно. Но никто, никто не мог бы измерить мою любовь к тебе. Жарить котлеты. Джим. И Джим вышел из оцепенения. Он заключил свою Дэллу в объятия. Будем скромны. И на несколько секунд займемся рассмотрением какого-нибудь постороннего предмета. Что больше? Восемь долларов в неделю или миллион в год. Математик или мудрец дадут вам неправильный ответ. Волхвы принесли драгоценные дары, но среди них не было одного. Впрочем, эти туманные намеки будут разъяснены далее. Джим достал с кармана пальто сверток и бросил его на стол. Не пойми меня, ложь Нателл, сказал он. Никакая прическа и стрижка не могут заставить меня разлюбить мою девочку. Но разверни этот сверток и тогда ты поймешь, почему я в первую минуту немножко оторопела. Белые проворные пальчики рванули бечевку и бумагу. Последовал крик восторга. Тот же же, увы, чисто по женски сменившийся потоком слез и стонов, так что потребовалось немедленно применить все успокоительные средства, имевшиеся в распоряжении хозяина дома. Ибо на столе лежали гребни. Тот самый набор гребней, один задний и два боковых, которым Делла давно уже благоговейно любовалась в одной витрине Бродвее. Чудесные гребни, настоящие, черепахлые, с сделанными в края блестящими камешками и как раз под цвет ее каштановых волос они стоили дорого, Делла знала это, и сердце ее долго изнывало и томилось от несбыточного желания обладать ей. И вот, теперь они принадлежали ей. Но нет уже прекрасных кос, которые украсил бы их вожделенный блеск. Все же она прижала гребен к груди, и когда наконец нашла себе силу поднять голову, улыбнулся сквозь слезы, сказала, «У меня очень быстро растут волосы, Джин». Тогда она вдруг подскочила, как шпали на котенок, и воскликнула, «Ах, боже мой, ведь Джин еще не видела ее замечательного подарка». Она поспешно протянула ее цепочку на раскрытой ладони. Матовый, драгоценный металл, казалось, заиграл в лучах ее бурной и искренней радости. «Разве не прелесть, Джин? Я весь год обедала, покуда нашла это. Теперь можешь хоть сто раз в день смотреть, в который час. Дай мне часы, я хочу посмотреть, как это будет выглядеть все вместе». Но Джин вместо того, чтобы послушаться, лег в кушетку, выложил обе руки под голову и улыбнулся. «Дэл», сказал он, «Придется нам пока спрятать наши подарки». Пусть немножко, побежал. «Они для нас сейчас слишком хороши. Часы я продал, чтобы купить тебе гребни, а теперь, пожалуй, самое время жарить котлеты». Волхвы, те, что принесли дары младенцу в яслях, были, как известно, мудрые, удивительно мудрые люди. Они доизвели моду делать рождественские подарки. И так как они были мудры, то и дары их были мудры. Может быть, даже с оговоренным правом обмена в случае непригодности. А я тут рассказал вам ничем не примечательную историю про двух глупых детей из восьмидолларовой квартирки, которые самым немудрым образом пожертвовали друге друга своими величайшими сокровищами. Но да будет сказано в назидании мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти двое были мудрейшими. Из всех, кто подносит и принимает дары, истинно мудры, лишь подобные им везде и всюду. Они есть лакхуи.